Самокат Двадцать восемь, говорю я Правда, двадцать восемь, я считал Я и сам себе говорю, ешь медленнее Потому что съел и сидишь А остальные еще жуют Ну, если один дома, то нормально Поел и пошел А если люди? Сидишь, а они едят, едят Ну, тогда достаешь телефон Потому что скучно же смотреть Как другие едят Папа меня страшно ругает за телефон этот Но он редко дома бывает А в школе я стараюсь есть один Но тут у маминой подруги Жени Был день рождения И она нас с Левкой тоже взяла И вот тут я говорил себе Ешь медленнее Но не получалось медленно Вкусно ведь А Женя, эта мамина, все говорила А-а-а, ты уже все съел Растущий организм Я тебе еще положу Я отбрыкивался, а она все равно А потом еще торт В общем, я объелся, как никогда в жизни Там один дядька за столом Смешное рассказывал А я даже смеяться не мог Никогда в жизни не буду столько есть Люди в некоторых странах вон голодают А я продукты перевожу Левый, правый Самые лучшие на свете ролики эти На них у меня голова проветривается Лечу, рассекаю Воздух свистит Я чувствую его в воздух Только не наушники Это не люблю Тогда я теряю окружающий мир И страшно И потом отвлекает Наушники я люблю дома Будто отгородился ото всех И сидишь один со своей музыкой А на улице не люблю уши затыкать Я люблю город слышать Я его люблю, город свой На роликах очень круто по нему Левый, правый Если бы только машин поменьше Я читал в Стокгольме так Машин мало И все на велосипедах Но велосипед у нас негде хранить И поднимать неудобно на девятый этаж А самокат или ролики, пожалуйста Я решаю обычно так Если мне потом в метро То лучше самокат Если же можно без метро То ролики проще Быстрее Но это если лестниц нет на пути Вообще можно будет исследовать Что лучше Самокат против роликов Когда-нибудь займусь В школе можно Там часто времени полно Ну, если не забуду К доске пойдет Зайцев Все вокруг тихонько хихикуют Ну и что, и что Сколько уже можно, надоело Иду к доске Решаю задачу эту Простая Игнат, куда ты торопишься? На поезд опаздываешь Я не тороплюсь Пожимаю я плечом Я как всегда В общем, пропустил я действие Ну и что, ответ-то правильный Я в голове уже Потому что сосчитал И забыл записать Руки у меня не успевают За головой Ладно Говорит она Пять с минусом Хотя вообще Это ошибка Ответ же правильный, говорю Решение Тоже имеет значение Мне нужно видеть Как ты мыслишь Еще чего Чтобы кто-то видел Мои мысли Мое личное дело Нечего Ох, Игнат А почему тебя в журнале нет? Потому что я не Зайцев А Волков Говорю в стотысячный раз Никогда не запомнят Я уже не поправляю Иду на свое место И задеваю ведро Оттуда вываливается швабра И лупит меня по голове Опять Это мои грабли Швабра это Зайцев Тебе самому не надоело В классе клоуном быть? Я Волков Говорю я Вот скажите Это такие похожие фамилии, да? Зайц и Волк Это совсем-совсем Одинаковые звери, да? Или мне не подходит Фамилия Волков? Может, если бы я был брюнетом Меня не звали бы Зайцевым? А так Волосы желтые Дурацкий цвет, как у Иванушки-дурачка Желтые и торчат Первый день голову помоешь нормально А на второй уже будто сто лет не мыл Я пробовал стричься коротко Вышел ужас Будто один нос на лице торчит Причем на чужом каком-то лице Лучше уж так, как есть Отросли и нормально вроде Лицо не очень видно Но Зайцы же белые Или серые русаки там Ну, разве бывают такие, желтые? Или у меня лицо травоядное, нехищное Лицо как лицо, но нехищное Ну, при чем тут Зайцы? Обидно, в конце концов Никакой я им не Зайцев Еще имя Игнат Нормальные люди вообще мои родители, нет? Ну, это папа назвал В честь друга, который погиб Папа, наверное, хотел, чтобы я был на того Игната похож А я не похож И что мне теперь? Виноват я, да? Знаете, как меня бабушка зовет? Ну, как думаете? На, тик! Хотя, с другой стороны Хорошо, что папиного друга звали Несигизмунд, например И очень плохо Что он погиб Он, конечно, был очень хороший И его имя осталось бы при нем А мне бы досталось Левкина А вот Лева Я же им говорил, что так нельзя Лев Волков В зоопарк какой-то Но они разве послушают? Мама всю жизнь, оказывается, хотела, чтобы сын Левка Левушка И не виновата она, что папа Волков оказался Есть же Лев Лосев Сказал тогда папа И Волков Это не Зайцев Если бы Зайцев, тогда глупо Зайц и Лев А Волк что? Вполне самостоятельный зверь И он туда же Его-то, кстати, никогда в жизни Зайцевым не называли Никто Хочу обогнать и не могу Время останавливается Я еду на этом эскалаторе Сто лет За это время у меня выросла борода Да, я прямо чувствую Как она лезет Потом сидеет Ух Спрыгиваю с эскалатора Обгоняю эту с телефоном Тычет туда ногтями своими раскрашенными Фу И встанешь же слева, не обгонишь Кому-то алдычит каждый день Стойте справа, проходите слева Ставлю самокат и вижу Переднее колесо Все еще крутится Вечный двигатель Оно крутится сто лет С того момента, как я вскочил на эскалатор Я все-таки успел Чудом Сменку не переодел Проскочил так Куртку бросил на решетку в гардеробе Так можно, когда опаздываешь Фу Успел Влетел секунду до звонка То есть за секунду Ух, пропускаю предлоги Еще будто бегу А разогнался, не могу остановиться Прямо чувствую, как у меня там все внутри Сердце колотится Кровь к ушам почему-то Зачем она сейчас ушам? Горят, как фонари Седьмой класс Достаем учебники Бесконечно тянет Марго Надо же так медленно говорить И все стало так медленно Я бы уже все сделал давно А так Бесконечные сорок пять минут Время застывает, как асфальт Вообще не двигается И я начинаю дергаться И сам понимаю, что дергаюсь, как дурак Как псих Сорок пять минут неподвижного сидения Для меня невыносимо Не вертись, говорят мне Да я и не верчусь вроде Ноги затекли только Ручка падает Почему ни у кого не падает А у меня всегда Катится, катится, катится Щелкая ребрами по парте Докатывается до края Оп! И я ловлю Медленно падает, потому что Ребра у ручки И у меня ребра Об них сердце колотится Тук-тук Двигаются ребра Когда дышу Там легкие Внутри мягкие Ребра их берегут Но и не дают вздохнуть Глубже Мне бы глубже еще Наполнить легкие Расправить, как дирижабль Я бы тогда полетел Под потолок Смешно Ребра жесткости Ребра брра брра Слово само такое Как ручка стучит Открыли Двадцать шестую Страницу Открываю Смотрю И никак не могу понять Какое отношение Имеют эти графики Функций А, черт! Литература же! Другой учебник На обложке написано ЛИТЕРАТУРА Я давно уже прочитал его Этот учебник В первую неделю сентября Всегда говорю себе Не читай Что потом делать будешь Но все равно прочитываю Ну, они чего-то говорят На уроке обсуждают Нет, я слушаю Когда, например, Тонька говорит Всегда интересно послушать Правда, она давно уже не говорит Это я отключился ЛИТЕРАТУРА Хорошее слово Длинное ЛИТР ТРАТА УТРАТА ТАЛЕР АЛЕУТ АЛЕУТ Отличное какое это АЛЕУТ Прямо горжусь Трехбуквенные слова Я не пишу Это слишком легко Потом, когда у меня Наступит ступор Я могу их сразу все написать Есть алгоритм А сейчас ШЕСТЬ БУКВ Это удача Пока только одна утрата Получилась О, РАРИТЕТ Проверил Точно подходит ЕС Волков Ты о чем сейчас Таком думаешь, а? Вот же Это я вслух Заорал ЕС, что ли? О литературе Маргарита Павловна Совершенно честно Отвечаю я Потом ко мне Ященко подошел Просил показать Во что я играю Как? Ты без телефона играешь? У тебя гарнитура, что ли, Какая стоит? Неумный человек Не понимает Как без телефона Можно играть Друзей у меня нет Ну, можно сказать Я со всеми дружу Врагов у меня нет тоже Но так, чтобы прямо Друг Нет Они все какие-то Слишком медленные Не догоняют меня Рассказывают там чего-то Я уже давно понял Они объясняют Объясняют Так медленно Они думают Что я тупой Или вот В столовую мы идем Если идти с кем-то Обязательно притащишься К середине перемены И там будет очередь На километр А если никого не ждать То Они приходят А ты уже Все купил И даже Почти все съел Ненавижу Тратить время на еду Ведь можно еще кучу всего успеть. Ай! О, почему у меня все падает? Хорошо стакан поймал, подхватить успел. А чай? Его не подхватишь. Такой вот закон природы. Правда, я редко пешком хожу. Пока асфальтовый сезон, стараюсь на колесах. Самокат, ролики там. Доску осваивают. Такой маленький скейт. Но пока не очень научился. Лучше всего на роликах. На дел и привет. И никого не ждать. Толчковая правая. А еду левой. Это главное. Главная нога не та, которой толкаешься, а которой на самокате стоишь. Конечно, можно и поменять ноги. Вроде бы все то же самое делаешь. Но снижается и скорость, и маневренность. Устает не та, что толкается, а та, что везет. И толкаться надо грамотно. Ногу ставить на препятствие. На трещины там. Ну и плитки желтые, контактные. Ногу ставишь на них. Чуть приподнимаешь самокат и толкаешься. Хотя, вообще, конечно, я падал не раз на плитках этих. Надо бы в идеале место оставлять чистый асфальт, чтоб можно было объехать. А если лететь под гору, то я стою двумя ногами. Правую ставлю крепче. Переношу на нее вес тела, чтобы разгрузить левую рабочую. Еще вот, что важно. Конфета от горла. Леденец. Почти всегда в кармане. От скорости у меня перехватывает в горле. От холодного воздуха. И почти всегда на выходе кашель и насморк. И леденец очень помогает. Если сразу за щеку его. Всякие там с эвкалиптом или просто мятные. На самом деле, я часто забываю это про леденец. И потом горло болит. Но если бы я писал самоучитель езды на самокате, я бы не забыл. У нас холодная страна. Без леденца за щекой никак. А в метро на самокат можно повесить сумку. Главное, чтоб он не укатился и не хлопнулся на пол. Я так однажды сметану не довез. Обычную, в пластиковой таре. Она в пакете была. Я этот пакет на руль повесил. А самокат грохнулся. Треснула эта ваша тара. Все вылилось. Весь пакет потом в сметане этой. Самое странное, что в том же пакете были яйца. И ни одно не разбилось. Это странно, но факт. Почему я на метро ехал с продуктами? Я же всегда возле дома покупаю. Не помню. Рядом в метро стоит девушка в синем пальто. Читает книжку. Заглядываю. Стихи. Вот странно. Я не могу читать. Все-таки неловко. Но вижу стихи. Не люблю стихов. Я их не понимаю. Может, от того, что это медленное чтение. Я пробовал читать, но от меня всегда мысль уходит, о чем это. Но читаешь и понимаешь. Тут определенный ритм есть. Тарарарам. Парам-парам. А глаза этого ритма не выдерживают. Дергаются вперед, вниз. Скользят. Ищут. Про что? Что было? Чем кончилось? А потом назад. Так и бегают по странице, и никак не улавливается смысл. А если улавливается, все оказывается просто. Смерть там или любовь, или дерево растет. Ну, я упрощаю, конечно, но все равно непонятно, чего было огород городить. Я вообще быстро читаю. Пропускаю иногда слова или целые предложения, если понятно, о чем речь. Если мне книга нравится, то я себе говорю, читай медленно. Давай, давай. Каждое слово. И так внимательно, медленно читаю пять строчек. И оказывается, что это было такое напряжение для меня. И я ничего не помню. И тут же срываюсь опять. Вот, говорят, не глотай. Мама говорит, папа. Да и Марго тоже. Не глотайте книги. Читайте медленно, вдумчиво. Там. А я не могу. Если я иду медленно, у меня мышцы начинают болеть. Я устаю, как черт. И то же самое с книжками. Не могу я медленно. Медленно. Или еще, вот я себе говорю, не смотри в конец. Не подглядывай. И потом выходит, что я пока читаю, только и думаю, что там в конце. И все пропускаю. Ну, я какой-то неправильный читатель, наверное. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...